Всем привет, мои хорошие! Как у вас дела? Я тут кое-что узнала про Василия и решила с вами поделиться. Те вещи, которые он, конечно, не будет говорить. А кажется, почему Василий и Олег Зубков хорошо дружат, потому что у них есть между ними такая связь, сейчас будут говорить, убери волосы, убрала. Между ними есть такая связь, что они оба судятся. Олег Зубков судится по другим статьям, и Василий по другим статьям. Да, Василий, вы судитесь с женщиной, у которого мужа зовут Атаджанов Фарид Реймович. За земли, за участки, за бизнес. Да, вам всё мало. Так, а я думала, что вы бедный ветеринар. А кажется, вы у нас не бедный ветеринар, вы прикрываетесь под ветеринаром. Ну и сейчас напишут мне все тайгановцы, что какое у тебя дело? А где вы видели такой бедный ветеринар, который собирает последнее у людей, просит деньги, помощь на животные? Едет сам в Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Каривы, отдыхает в таких местах. Это тот ветеринар, который типа смотрит за кошками, за собаками. И благодаря осаде он стал знаменитым, потому что до осады его никто не знал. И когда заходишь к нему на канал, там же написано, и видно, люди кидают им деньги, кидают деньги. Да, я понимаю, народ наш славянский, вы знаете, с большим сердцем. Но жаль, что они верят вот именно таким людям и кидают деньги, а не зная, что Василий уже, сколько, 2016 года, Василий судится до сих пор. В общем, я нашла эту женщину. Она должна была мне кое-что еще рассказать про него. Но, видимо, испугалась. Мы договорились с ней, что в 3 часа, когда я закончу работу, это у них будет 4-4,5. И мы поговорим. Но почему-то она меня кинула в черный список и исчезла. Я думаю, что она испугалась, и я ее могу понять. Ничего. Но она мне написала, что как люди молчат и доверяют ему своих животных. Я вот этого хотела у этой женщины. Она сначала вот жалко, что я вчера была на работе. Если бы я вчера, вот у меня не было вот график полный, я могла бы от нее больше информации узнать. Она готова была в это время рассказать все. Но она кинула меня в черный список, видимо, испугалась. Видимо, наш Олег Зубков и Василий непростые люди. Они у нас крутые. Ну да, Олег Зубков, я так поняла, думала, что он бедный. А, кажется, он не бедный. У него денег, куры не клюют. Ну и молодец. Но, конечно, строить бизнес на зверином бизнесе, это хорошо. Но спасать надо тоже зверей своих. Мне обидно очень стало за осаду, что они так поступили. И я хочу колупаться дальше, узнать, что они сделали осадой. Вообще, откуда эта осада? И что они делают с животными? Почему пятилетний лев резко инфаркт получил? У кого-то патология. Не знаю. Львы едят крокодилов. Я не знаю, я все понимаю. Сабанна, сабанны. Но должны быть здесь так. Львы это львы. Крокодила это в своем. Буйвола там. Зебры там. У вас же участок большой. А, ну да. Я даже не знаю, Василий этот за участок. Что судится уже сколько лет. Ну, короче, дорогие мои, эта женщина мне сказала, кто ему доверяет своих животных. Он не тот человек, который себя представляет. Так что вот, что она мне сказала, и это правда. А насчет того, кто сомневается, что он судится с какой-то женщиной по земельному участку, по этот, я могу выставить. Но жаль, что эта женщина не вышла со мной на связь. Если кто-то знает Атаджанов Фарид Реймович, может он как мужчина, может вам рассказать всю правду. В общем, да. Одно разочарование, да. Вот так. На осаде строить бизнес, на осаде делать карьеру, на осаде... Кто знал Василия, никто? Мне еще бесит, его вот это аккаунте написано, исцеляет животных. Что исцеляет? Или помогает уйти быстро на тот свет. Я после осады, честно, я очень-очень обиделась. Как можно было... Вообще, как можно ветеринару давить хищника. Вот у меня ветеринар по кошечкам, по собакам. Если я ему понесу кролика, он мне скажет, извини, Алиночка, кролик, мы здесь кролика не можем смотреть. Даже если скажет, можно, деньги дам, чтобы вы... Нет, Алина, мы не можем, мы не понимаем в этих делах. А у кого Василий, откуда у него, не знаю, способности исцеления хищников. Вот это меня. И, честно говоря, надо добиться того... А эта женщина еще сказала, что надо добиться того, чтобы он этим не занимался. Вот, мои дорогие. Значит, если я за осаду так запереживала, значит, осада была последним звонком, что дала знать, что животные там не в хороших условиях. Потому что я вчера смотрела кадры, как это можно своего любимого питомца, ради какая-то там стоит в купальнике, сидит на льве, хочет гладить и снимается за 10 тысяч рублей или за 15 тысяч рублей. А льву это не нравится. А вы подходите, льва за голову хватаете, вот так поднимаете, чтобы лев молчал и делал свою работу. Или лев подошел к машине ногой прямо в голову. Конечно, патология будет. Я думаю, так, если вы так любите животных, на памеру нам не надо показывать пуси-пуси-пуси-пуси. А надо их любить по-настоящему. Мне просто интересно, что вы делаете с животными, которые погибают. Понимаете? Да, если вы держите животных, если вы показываете их, ихнюю жизнь, нам интересно. А мы хотим знать, когда эти животные погибают, что вы делаете с этим животным. Вот вы показали лорда, похоронили там, сделали памятник. Мне это понравилось, а где остальные животные? Или вы просто их застреливаете? Или отправляете их не шкуры куда-то там, не знаю куда? Да, я хочу об этом узнать. Да. Я не безразлична. Я обожаю животных. Я думаю, так, бизнес строить на животных, надо ей отвечать за все. Да. Так что Василий с женщинами судится за земельный участок, купи-продажи там, не только один год, и там уже сколько лет. И не знаю, кто вам доверяет. Ну, значит, вы ветеринар еще. Ого. Академия богатый ветеринар. Я первый раз вижу ветеринара, чтобы собак, кошек лечил. ездил по таким местам. И вдруг на саду на таблетки собираем деньги. Интересно. Очень интересно. Так что, люди, надо копать все, узнать все, чтобы этот человек, не знаю, кто он. А, Василий, у меня еще есть фотография где-то там с мамой, с папой. Ты похож на папу, Василий. Очень похож. Да, красивая фоточка. Очень красивая. В общем, с вами была я, Алина. Рассуждайте, осуждайте, обсуждайте. Мне все равно. Но о саду я не могу забыть. Мне жалко эту леницу. Вот и все. Я человек. Меня зовут Алина. И я родилась ССССР. Как мой муж говорит, СССР. Поняли все. Пока-пока. Всем привет, мои хорошие. Как у вас дела? Я тут кое-что узнала про Василия. И решила с вами поделиться. Те вещи, которые он, конечно, не будет говорить. А кажется, почему Василий и Олег Зубков хорошо дружат. Потому что у них есть между ними такая связь. Сейчас будут говорить, убери волосы, убрала. Между ними есть такая связь, что они оба судятся. Олег Зубков судится по другим статьям и Василий по другим статьям. Да, Василий, вы судите с женщиной, у которого мужа зовут Атаджанов Фарид Реймович. за земли, за участки, за бизнес. Да, вам все мало. Так, а я думала, что вы бедный ветеринар. А кажется, вы у нас не бедный ветеринар. Вы прикрываетесь под ветеринаром. Ну, и сейчас напишут мне все тайгановцы, что какое у тебя дело? А где вы видели такой бедный ветеринар, который собирает последнее у людей, просит деньги помощь на животное? Едет сам в Сингапур, Вьетнам, Таиланд, Каривы. Отдыхает в таких местах. Это тот ветеринар, который типа смотрит за кошками, за собаками. И благодаря осаде он стал знаменитым, потому что до осады его никто не знал. И когда заходишь к нему на канал, там же написано и видно люди кидают им деньги, кидают деньги. Да, я понимаю, народ наш славянский, вы знаете, с большим сердцем. Но жаль, что они верят вот именно таким людям и кидают деньги, а не зная, что Василий уже сколько, 2016 года Василий судится до сих пор. В общем, я нашла эту женщину. Она должна была мне кое-что еще рассказать про него, но, видимо, испугалась. Мы договорились с ней, что в 3 часа, когда я закончу работу, это у них будет 4, 4 с половиной, и мы поговорим, но почему-то она меня кинула в черный список и исчезла. Я думаю, что она испугалась, и я ее могу понять. Ничего. но она мне написала, что как люди молчат и доверяют ему своих животных. Я вот этого хотела у этой женщины. Она сначала вот жалко, что я вчера была на работе. Если б я вчера, вот у меня не было вот график полный, я могла от нее больше информации узнать. Она готова была в это время рассказать все, но она кинула меня в черный список, видимо, испугалась. Видимо, наш Олег Зубков и Василий непростые люди, они у нас крутые. Ну да, Олег Зубков, я так поняла, думала, что он бедный, а кажется, он не бедный, у него денег, куры не клюют, ну и молодец. Но, конечно, строить бизнес на зверином бизнесе, это хорошо, но спасать надо тоже зверей своих. Мне обидно очень стало за осаду, что они так поступили. И я хочу колупаться дальше, узнать, что они сделали осадой, вообще, откуда эта осада и что они делают животными. Почему пятилетний лев резко инфаркт получил, у кого-то патология, не знаю, львы едят крокодилов, я не знаю, я все понимаю, сабанна, сабанна, но должны быть здесь так, львы это львы, крокодилы это в свое, буйвола там, зебры там, уложу участок большой, а, ну да, я даже не знаю, Василий этот за участок, судится уже сколько лет, ну, короче, дорогие мои, эта женщина мне сказала, кто ему доверяет своих животных, он не тот человек, который себя представляет, так что вот, что она мне сказала, и это правда, а насчет того, кто сомневается, что он судится с какой-то женщиной по земельному участку, по этот, я могу выставить, но жаль, что эта женщина не вышла со мной на связь, если кто-то знает Атаджанов Фарид Реймович, может он как мужчина может вам рассказать всю правду, в общем, да, одно разочарование, да, вот так, на осаде строить бизнес, на осаде делать карьеру, на осаде, кто знал Василия, никто, мне еще бесит, его вот это аккаунте написано истеляет животных, что истеляет, или помогает уйти быстро на тот свет, я после осады, честно, я очень-очень обиделась, как можно было, вообще, как можно ветеринару давить хищника, вот у меня ветеринар по кошечкам, по собакам, если я ему понесу кролика, он мне скажет, извини, Алиночка, кролик, мы здесь кролика не можем смотреть, даже если скажешь, можно деньги дам, чтобы вы не Алина, мы не можем, мы не понимаем в этих делах, а у кого Василий, откуда у него, не знаю, способности исцеления хищников, вот это меня, и честно говоря, надо добиться того, а эта женщина еще сказала, что надо добиться того, чтобы он этим не занимался, вот, мои дорогие, значит, если я за осаду так запереживала, значит, осада была последним звонком, что дала знать, что животные там не в хороших условиях, потому, что я вчера смотрела кадры, как это можно своего любимого питомца, ради какая-то там стоит в купальнике, сидит на льве, хочет гладить и снимается за 10 тысяч рублей или за 15 тысяч рублей, а льву это не нравится, а вы подходите, льва за голову хватаете, вот так поднимаете, чтобы лев молчал и делал свою работу, или лев подошел к машине ногой прямо в голову, конечно, патология будет, я думаю так, если вы так любите животных, на памеру нам не надо показывать уси-пуси-пуси-пуси, а надо их любить по-настоящему, мне просто интересно, что вы делаете с животными, которые погибают, понимаете, да, если вы держите животных, если вы показываете их, ихнюю жизнь, нам интересно, а мы хотим знать, когда эти животные погибают, что вы делаете с этим животным, вот вы показали лорда, похоронили там, сделали памятник, мне это понравилось, а где остальные животные, или вы просто их застреливаете, или отправляете их не шкуры куда-то там, не знаю куда, да, я хочу об этом узнать, да, я не безразличная, я обожаю животных, я думаю, так, бизнес строить на животных, надо и отвечать за все, да, так что Василий с женщинами судится за земельный участок, купи-продажи, там, не только один год, и там уже сколько лет, и, не знаю, кто вам доверяет, ну, значит, вы ветеринар еще, ого, оказывается, богатый ветеринар, я первый раз вижу ветеринара, чтобы собак, кошек лечил, ездил по таким местам, и вдруг на саду на таблетки собираем деньги, интересно, очень интересно, так что люди надо копать все, узнать все, чтобы этот человек, не знаю, кто он, а, Василий, у меня еще есть фотография где-то там с мамой, с папой, ты похож на папу, Василий, очень похож, да, красивая фоточка, очень красивая, в общем, с вами была я, Алина, рассуждайте, осуждайте, обсуждайте, мне все равно, но осаду я не могу забыть, мне жалко эту леницу, вот и все, я человек, меня зовут Алина, и я родилась СССР, как мой муж говорит, СССР, СССР, СССР,